Корни образования горькие, но плоды сладкие. 25 июня 2020 года, 17 часов 30 минут по Тарановскому времени, в эфире 703 подкаст от Каннского лося и компании. А ведь маг лучше. Добро пожаловать в сегодняшний подкаст. С вами Игорь, Ваня, Женя. Три программисты, которые работают из дома. Так, люди, еще раз добро пожаловать. Быстренько, обводно. Мы опубликовали новые видео на YouTube, поэтому заходим и ставим лайки. Видео, мне кажется, весьма интересное, потому что два программиста сразу сражаются с дверью. Мне вспомнилась книга «Дизайн повседневных вещей», где там как раз автор книги, у него основные проблемы были с дверьми. Так и у нас. Вот, поэтому заходите на канал, ставьте лайки. Не забывайте про наш Куб канал и про наш официальный веб-сайт. Если вы хотите послушать подкаст в прямом эфире, заходите на наш официальный веб-сайт. Там есть ссылочка в Телеграм, там есть ссылочка прислать там денежки на сервера, там есть «Обсудить», «Комментарии» и остальные прелести. А, так же, на Твиттер и все остальное. Господи, сколько всякой социальной медиа развелось. Так, не уходя далеко, большая-большая-большая просьба к слушателям подкаста. Помогите нам, пожалуйста, с заставкой для подкаста. Пришло то время, когда пора наращивать бренд подкаста. Вот, а значит, что заставка должна быть одна и крутая. Поэтому нам нужна аудиозаставка. Единая заставка. Да, Unifying Solution, да. Чтобы объединить наш бренд, дух и что-нибудь еще. Так что, да, нам нужна заставка, это раз. И, второе, нам нужна фоновая музыка. Вот, Саша ходил, смотрел что-то там про фоновую музыку. И нашел что-то, но при этом там лицензионное соглашение, где Дед Мороз ногу сломает. Вот, поэтому я так подумал, что нужно сделать фоновую музыку. Поэтому, если кто может помочь, пожалуйста, помогите. Я подумал даже самому сделать фоновую музыку, но я не уверен в своих способностях. Я уверен, что я могу набросать фоновую музыку. Я посмотрел, как называется, какой-то там YouTube канал на 10 минут и почувствовал, что я сейчас стану просто немеренным композитором. Вот, но я не первый раз в своей жизни пытался, как бы, в кавычках, сочинять музыку или набрасывать музыку. И, скажем так, результаты не впечатляют. Вот, так что... Женя, Женя, там есть, блин, эти уже, как их называют, алгоритмы, которые сами могут писать музыку. Вот, так что, главное, библиотечку поставь, и, я думаю, все сойдет. В этом случае, я думаю, у тебя получится. Главное, ни в коем случае не трогай клавиши сам. Вообще, ну, знаешь, это тут... Как бы, даже этот, как бы, низкоуровневая музыка написания у тебя, этот... Я не думаю, что это твоя стихия. Вот, там... Нейросеть, куда можно залить все... Да, да, нейросеть, которая, там, тебе, знаешь, ты просто задачку такую... Надо, чтобы так восхитительная какая-нибудь, там, знаешь, там, впечатляющая, еще чего-то, там, знаешь, параметры проставила. Я думаю, она тебе нормально, это самое, все нарисует. Вот. Ты... У тебя... В этом у тебя должно поучиться. Вот, главное, чтобы это... Нажать кнопочку закачать и этот... И садмит, да? Ну, да. Ну, как бы, будет твое творение. Сам запрограммировал. А SoundCloud больше не решает в этом вопросе? А SoundCloud... Я не знаю, туда можно закачивать... Там есть алгоритмы? Нет, там можно найти какого-нибудь музыканта и попросить у него музыку. Промещав его, размещать в описании подкаста, ссылку на него. На тот же SoundCloud на его. Списаться лично и попросить. У меня знакомый диджей есть, который музыку пишет. Причем он не сводит, он ими напишет. Можно попробовать с ним поговорить. Надо в Евку залогиниться, посмотреть, или пацаны там еще играют. Потому что там, я помню, тоже был знакомый диджей. Блин. Ну, или такой вариант, да. Вполне. Многие диджей готовы за ссылку в описании предоставить что-нибудь из того, что уже написано. Не, нам надо уникальное, только для этого подкаста. Игорёк сказал, надо списаться с Ленинградом. Нур, ты меня слышишь? Засылка в описании, да? Ну, в принципе, ты знаешь, если бы нам записал встанку, блин, шмур, то я думал, было бы заебись. Это было бы заебись. Ну, а что он в конце концов придумал? Написал музыку или песню в возне, в грязи, да? Почему для нас тоже не может написать? Ну, какая же разница в бюджете, но это не важно. Вот, ладно. Короче говоря, да, люди, нужно, 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 помогите, помогите, помогите. Да. Вот. Ну что? В этом жёстко контролируемом мире буду контролировать вас. Переходя. Я хочу много сегодня чего успеть, поэтому. Ну, давай. Давай. Буду давать. Так. Хорошая новость. Я знаю, что на протяжении, по-моему, двух или трёх подкастов, по-моему, двух подкастов или трёх подкастов, многие из вас ждали, когда я наконец-то закончу своё сочинение на тему сочинения. Вот, поэтому, всё, сочинение моё готово. Отзыв, мысли и всё остальное на моём веб-сайте. Mythical Man Month опубликован. Всё это добротно, на английском, поэтому можете заходить, читать, переводить, публиковать на каким-то там российские мега-IT сайты. Российские, да. Только, только, пожалуйста, ссылочку обратно. Вот. Кому не интересуют мои мысли, можете просто-напросто заценить статью, потому что я там ещё оставил кучу всяких выписок из книги. Вот. Опять же, всё оригинально, всё на английском. Вот. И, кстати, некоторые вещи выдраны из контекста, поэтому не стоит их брать и бежать, и принимать их какую-нибудь там за теорию или практику программирования. Угу. Потому что это просто что-то, что я выдрал из книги, это не факт, что это на самом деле работает или полезно. Просто. Мне это просто что-то, что понравилось. Вот. Так что, да. Вперёд на баррикады. Хорошие новости. Кстати, у меня новый велосипед. Слушайте, не у меня. У ребёнка новый велосипед. Нет, он не новый велосипед, но для неё это новый велосипед. Ты ребёнку купил велосипед. Да боже упаси, ты что издеваешься, чтобы я купил чё-либо ребёнку? Ваня, ты сколько меня лет знаешь? Ты спиздил велосипед для ребёнка. Да. Ты признался в этом в эфире. Не, мы сегодня пошли гулять, а вот и... И нашли велосипед. Ничейный буквально стоял. Скучал, ждал кого-то. Глазки строил такой... Возьмите меня домой. Короче, моя девочка, она ходит в детский сад или... Детский сад там с мальчиком, он живёт в конце дороги. Вот, мы сегодня проходили мимо, нас пригласили. И мама мальчика такая говорит, вот у нас тут велосипед, который там, типа, там, старшая из него выросла, вот твоей подойдёт. Поэтому хочешь, бери, я говорю. Ну, хочу. Вот, так что, да. Надо только велосипед сейчас помыть, намазать, там, протереть, собрать обратно, и всё будет хорошо. Дезинфицировать. Дезинфицировать. Ну, а насколько я с ней не первый раз разговаривал, она с мужем, они там сидят дома уже последние, не знаю, три или четыре месяца, поэтому всё тип-топ. Это кто знает. Ещё не убили друг друга. Походу, нет. Но в отличие от того интересного детского дома, который мы собрали на заднем дворе, они собрали что-то такое, как бы сказать, более солидное. Ну, там реально более солидное. Там дерево входит глубоко в землю, вот, то есть там используются настоящие стройматериалы, в смысле новые стройматериалы, пардон. А не это самое, не переиспользование полусгнившего забора, да? Да, то есть там всё по стандарту. Так что, чего там сожгут? Сто процентов. Блин, эти пикетчики, блин, будут проходить и, блин, сожгут всё нахуй. Я хочу для тех, кто... Я хочу осветить совсем чуть-чуть и очень быстро e-commerce или... Как по-русски это? Электронные магазины, разница в электронных магазинах между Канадой и Америкой. Потому что мы очень часто рассказываем, что мы покупаем, приходят, Амазон, всё такое. И до зомби-апокалипсиса это всё было правда, и это всё происходило в Америке. В Соединённых Штатах Америки, где большинство товара доступно, быстро приходит и, по сравнению с Канадой, дёшево. Я решил, поскольку я понимаю, что до конца этого года, походу, мы все будем с зомби-апокалипсисом ещё непонятно, как жить. Вот, я решил купить для заднего двора то, что называется это Patio Swings. По-русски это как-то такой пуфик, качели-пуфик или кроватик-качель. Я не уверен, как это по-русски будет. Да, то есть это, по сути, такое сидение для трёх человек, которое подвешено, как качели. Вот, единственное, вы туда-сюда на них... Ну, за место качели там скамейка, короче, да? Да, да. Вот, как и парки. Да, то есть вы можете сесть там втроём и качаться. Или в твоём, или... Я не уверен. Там там... Нет, это для взрослых. Оно выдерживает троих американцев? Ты знаешь, да, там есть качели, которые 800 паундов могут выдерживать. То есть... Ну, это не совсем качели, на них не качаются. Понимаешь, он просто туда-сюда... То есть они подвешены, и принцип качель, но ты на них не будешь, как на настоящих качелях качаться. Да, понятно, понятно. Короче говоря, в голову мне всё это стрельнуло, потому что я недавно на таких качелях полежал, мне как-то так понравилось. Хорошо выпил пиво, посидел снаружи, так покачался туда-сюда. Вот, я решил всё это дело заказать с интернета в Канаде. И сколько у тебя там доставка стала? Половина стоимости? С такими ценами вообще доставка – это самое меньшее из твоих проблем, но с такими ценами они даже делают для тебя бесплатную доставку по Канаде. Это всё ерунда. Вот, и есть такой замечательный веб-сайт, называется Wayfair. Вот, он есть в Америке и в Канаде. Теперь очень забавно, я сегодня с утра зашёл, там должны были какие-то скидки быть, всё это ерунда. Короче говоря, я разбанкротился на вот эти вот качели. Цены неимоверные, но разбанкротился. Теперь я заказал, и мне пришло уведомление, где-то там час позже, что ваш заказ будет доставлен. И сперва я не совсем понял… В сентябре. Ты чё издеваешься? Ваня, это же Канад. Какой сентябрь? Октябрь? Ноябрь. Да. В конце октября, в начале ноября. Плюс-минус трамвайная остановка. Отлично. Как раз как нет выпадет. Фонарик на Рождество. Да. Я тоже посидел на это дело, посмотрел, думаю, ребят, вы чё, издеваетесь, что ли? Как бы лето прошло. Вот, так что… Ах. Вот это вот… Как бы не хотелось… Канада. Что-то вот с этой онлайн-экоммерс в Канаде как-то вот не так. Ну, страна большая, доставлять, знаешь, как бы… Пока из Китая, в Ванкувер, потом через Yellowknife проедешь, в Квебеке остановишься, приедешь в Виндзор. Блин, ну, там… Если честно, мне кажется, вот, судя по срокам, мне кажется, что вот как только ты заплатил или там этот заказ оформил, они сразу, знаешь, там где-то в понедельник или в следующий рабочий день кто-то там получает этот заказ и говорит, ну вот, надо ещё одну там, ещё одну, не знаю, чего-нибудь. Ну, пора заказывать металл, где там, где там у нас этот рабочие, сейчас позовём, чтобы они пришли. Надо добывать руду. Да, надо это добывать руду. Пошли копать руду, да. Вот, потому что как бы… Турдом. И, кстати, и это я ещё не говорю даже о ценах. Они перепод… Фактически, веб-сайт, да, в Канаде перепродаёт. Это забавно. Они это… Я найду бренд. По-моему, Бретта. Бренд какой-то Бретта они в Канаде продают. Самое забавное, что на самой скамейке, да, вот на этих качелях в двух местах написан другой бренд. Теперь, если вы возьмёте этот бренд, что на самом деле написан на этих качелях и пойдёте на американский Амазон, то с обменом курса там всё равно где-то в два раза дешевле. Да, это как бы оставим цены в покое, да. То есть я уже сдался такой, думаю, ну, пофиг. Вот, но… Ладно, границу откроют, поедем в Америку, нафиг. Так, я… Так ты всё-таки заказ оставил или что? Я пока заказ оставил, но я поеду, да, я подумал, что кто быстрее. Может быть, они всё-таки очнутся от этого коматозного состояния и вышлют. А если они не вышлют, то я поеду тупо куплю и отменю заказ, да. Потому что, ну, как бы, ноября я ждать не готов, как бы… Да. Вот. Отряд ворфов уже отправлен к серым горам. Зафигенно. Да уж. Ну, я продал планку, вы не поверите, но я продал планку на 2 гигабайта памяти. До лаптопа, который там… Подожди, PC3. Да, вот. Кто бы знал, кто бы догадался, но произошло. Чудо произошло, чудеса ещё происходят в этом мире. Ты ещё занимаешься, блин, распродажей гарпича, да? Ну, а что делать? Вот, как бы, оно лежит. Я не хочу, чтобы оно здесь скапливалось. Я-то пользуюсь. Я знаю, скучно. Даже начинаешь гарпич продавать. Ну, ты знаешь, оказывается, кому-то нужен был. Самое забавное, человек приехал. Почему продал? 10 долларов. Вау. Да, то есть, чувак реально мне написал, он там из какой-то непонятной деревни. Вот, он мне написал, я с ним даже не разговаривал, не общался. Он написал, планка 10 долларов, не мог бы ты оставить у себя, там, у входа оставить. Потому что я боюсь коронавируса, и, короче, как обычно. Я говорю, без проблем, оставлю там. Говорит, я тебе 10 долларов на крыльце оставлю. Хорошо. Вот, и он приехал, забрал планку, оставил мне 10 долларов, а я душ принимал, как бы. Он мне что-то там даже написал, что я там, я оставил деньги, я даже этого не видел. То есть, и спокойно потом вышел, подобрал деньги. То есть, все очень цивильно. Он мне еще потом написал, что вставил планку жене в лаптоп. Типа, все офигенно и все такое. Так что... А, она еще и даже рабочая? Да? Ну, ты что думаешь, я не рабочая продаю? Ну, не знаю. Не, не, все рабочая. Неплохие у вас цены на такое старье. Ну, за 500 рублей, ну, за 10 долларов можно купить, в принципе, там, не знаю, там, материнку и процессор, и кулер будет, и память будет на нем. Ничего не такое, старое тоже. Нет, ты понимаешь, что тут просто вся вещь в том, что, как бы, сколько там стоит вообще добраться, доехать, или, знаешь, вот, минимальное количество денег, за сколько там люди вообще будут напрягаться, да? Вот, там, как бы, здесь, это, я думаю, меньше 20 долларов, я вообще, я не помню, чтобы когда-то, блин, вообще шевел, блин, пальцем. Вот, ну, там, знаешь, если только люди к тебе не приезжают, там, или еще что-то в этом духе, знаешь, вот, но с другой стороны... На самом деле, да, я очень дорого продаю старые запчасти, это, за 10 долларов, да, это полный перегиб, вот, но я не ориентируюсь по Амазону, вот, я, как бы, ориентируюсь по тому, что оно у меня есть, и мне все равно. Да, 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 да. Поэтому, хотите, покупайте, не хотите, а потом, если оно совсем не пойдет, там, за полгода, куда? Тогда выкину. Ну, я поставлю за 5, ну, как бы, знаешь, поскольку, поскольку это не мой бизнес, как бы, знаешь... Не печет, да. Да, то, как бы, ну, да, я очень дорого продаю, какой идет, там, купят, там, 8-ми или 9-летний хард-драйв, там, за 30 канадских долларов. Ну, это, пардон, в чем того, что сколько, сколько хард-драйвы должны жить, 11-12 лет? По-моему, 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 по-моему. Ну, вот, ты с ними лично уже знаком с этими идиотами. Они тебе приезжали, ты с ними знакомился. Ну, по сути, как бы, ты, так сказать, счет ведешь, сколько идиотов ты встретил. Ну, кому-то надо, мне все равно, то есть, это то же самое, с канадским магазином а что они будут делать а то есть что я буду делать я заказал и в два раза дороже и как бы и жду что они будут делать они поедут там толпиться магазине счет того что кстати сейчас в локальных магазинах не факт что найдешь такие планки правильно то есть как бы да я без беспредел творить что хочу это еще далеко не беспредел смотри на штата так а у меня здесь есть список список тем поговорить об ангуляре у меня такое чувство нет же пожалуйста никакого ангуляра сегодня все никакого не пожалуйста не хочу обидно мне уже три недели купится у меня взять меня тем все больше и больше и больше на ангуляр нет никакой специфики про ангуляр потому что мы это ну чересчур русская тема и я работаю с ангуляром мне наш по час мало интересно хотя хотя может я это дело уже слушал так что не давай давай не про ангуляр давай про какой-то там дженнифер лопис еще чего-то там чуть поинтереснее обидно ну ладно в следующем подкасте когда расскажу про ангуляр не хотите не хотите в этом будет в следующем хотя хотя я могу вопрос забросить про ангуляр может быть я не знаю сколько у нас людей с ангуляром работают может быть кто-нибудь откликнется у нас будет здоровая дискуссия где-нибудь я по крайней мере я вопрос заброшу чтобы кто-нибудь узнает слышал что я хотел я хотел бы узнать тестирование ангуляра одну вещь когда когда пишешь юне теста в ангуляре дата использую что называется тест бед вот и мне интересно если есть какой-нибудь способ сконфигурировать до конфигурировать этот тест бед так что любой компонент который создается вот тест бедом он работал как в продакшене как код в продакшене то есть там чтобы срабатывало автоматически срабатывало то что называется этот change detection и и там все хукилась и все работало вот как в настоящем продакшен коде ну естественно как как бы маленькое упоминание возможно лишнее вот но тест бед как бы это удобно тем что можно создать отдельный компонент или серию компонентов вот но я хотел бы что когда создаешь эту серию компонентов чтобы они были созданы для тестирования и работали такой продакшен режиме вот меня очень интересует есть такое вообще созданы для тестирования но работали в продакшене да блять шейн напиши интеграционные тесты не хватит ебаться елки зилю ну хотя я каждому свое я я это изучаю пределы джаваскрипта что в этом роде еще одну вещь которую я хочу быстро забросить потому что у меня есть предположение что дальше будет впоследствии будет развитие этой темы вот поэтому хотелось бы сейчас закинуть хук и сказать что что-то происходит что потом можно сказать я шум говорил на этой неделе работа была работой вот но по каким-то непонятным причинам сталины доноситься звуки от менеджмента на тему того менеджмента верху стоящих что нужно помогать значит автоматизировать надо помогать с автоматизированными тестами что конкретно не имею ввиду что автоматизированные тесты довольно таки часто ломаются и надо теперь не только чтобы это девочки из контроля или мальчики из контроля качества за этим следили и чинили и проверяли а еще не хотят чтобы программисты этим занимались я это закидываю чисто потому что я эту тему подымал некоторое время назад я говорил что это произойдет вот но поскольку проект был свежим и в общем много других причин это как это как-то вот все хорошо шло все все были в полной эйфории что все работает а женя дурак был неправ вот но наконец-то вот теста стало много и как говорится привет другой команде из которой я пришел а вот поэтому понемножечку все это начинает работать настолько хорошо что они уже не справляются все настолько справляются что теперь пытаются набросить больше народа на эту проблему вот это я так набрасываю потому что мне хорошо хорошо придумали проблему да это не связано с тем что грядут увольнения нет нет это там среди тестировщиков и тестировать будут программисты сомневаюсь то есть нет ты знаешь на самом деле хороший вопрос у нас у нас есть что-то что-то в эту сторону на работе тянет что типа она мы тестировщики не нужны потому что есть на пара команд без тестировщиков вот но я на самом деле не вижу чтобы на самом деле это произошло мне в ближайшее время точно не всех уволят оставят по минимуму если если программисту начнут сами писать тест по максимуму если мы начнем писать тест это тогда работа встанет ни один нормальный программист не пишет вот посмотри на меня после того как я перестал писать теста все стало заебись я уже я уже больше года работаю над проектом который а никто особо не заказывал бы мало кто использует c4 человека на нем работают и все идет заебись и все идет по плану у нас нас все заебись нашлись два человека которые решили воспользоваться нашим продуктом что что случилось 4 человека заняты работой ремонтирую все все баги как который мы наплели за это все время заебись представляешь создание работает знаешь как бы просто заряжаетесь ты тестирует рыбилдом а хули мне это сам не покупали среди сегодня чего там типа написал такой ой блять это там хрень не работает не такой так без проблем скопировал где его этот тип сетап запустил вокалида действительно баги самое написал фикс пушнул все все заебись я потратил на это все делал целый день видишь один маленький запрос и все у меня теперь есть причина чтобы целый день проебать на ремонтирует то что вот написали без теста были бы теста конечно это не случилось но кому это надо чтобы этого не случалось главное создавать работу вот так ладно у меня у меня у чем у нас полчаса есть у кого очень по-быстрому вставить как бы это неприятно не звучало но мне так хочется это сказать от себя чину кто-нибудь хочет вставить и горчоке случилось или у себя чину о о себя чину по о себя чину у меня ничего особо не произошло пока я по плану у меня я я на этой неделе выяснил что в америке происходит жуткая дискриминация против канадцев в банковской сфере мой американский банк имеющий фичи там по переводу денег напрочь заплаты заблокировал все все эти фичи но я их как бы никогда особо не активировал нет не лез в ту степень а мне тут я тут подумал может взять перевести деньги этот в канадский банк вот а мне система сообщила что этот что ну там какая-то ошибка позвоните в этот в службу поддержки позвонил провел целый час этот как он с девочкой типа кастомер суппорт вот которая в то же самое время на параллельной этот линии сидела по ходу бред с программистами потому что каким-то магическим образом я совершенно случайно смог перерегистрировать свой собственный аккаунт вот с тем же самым юзернеймом все остальное мне такое ощущение что там чувак сидел просто в базе данных там этот подтирал хрень вот но при этом да да ты знаешь я такой я я захожу там типа пытаюсь зарегистрировать новый аккаунт на этот типа веб-банкинг вот мне система говорит что такой юзернейм уже существует она такая секундочку я сейчас им скажу попробуй сейчас заебись все активировалось просто просто офигенными между тобой продакшн базы данные всего два человека да вот и при этом при всем при этом короче мы там сидели долго пытались выяснить чего там не хватает что там не работает и и в итоге этот мы не выяснили что именно там не работает но выяснили что там короче показывается что я не американский этот до кастомер вот и это фича не активировалась перерегистрироваться под американскую кастомер и все ну так так мы затерли весь ёбаный аккаунт вот создали его как бы с нуля с американским адресом который будет скоро поменять потому что кажется некоторые там уже не живут вот ты бишь если вдруг там какая-то почта придет то подбирать некому кстати так тогда получается дисками не дискриминирует банковская система против канадских пользователей и они мне в частности сказали что этот система показывает как этот не американский этот пользу а так вы не смогли ее переделать на американского пользователя что ли да интересно таблицу там где-то не затерли вот и все но по ходу да блин чудики не умеют блэд логи затирать тебе надо было сказать так дайте ко мне быстренько этот ссэй чик да сейчас я быстренько дайте доступ я сейчас сам подкорректирую все что надо да знаешь если честно и я этот я я жутко хотел этот ей сказать чтобы этот слышь давай мне сразу к твоим программистами я сады я сам с ними договорюсь потому что ну девочка она старалась вот ей там потом еще в этот про проставил те типа за поддержку как бы она старалась жутко и не был жутко жалко вот вот но там там их реально по моему полу пиздец системе типа в частности в частности что некоторые некоторые фичи у тебя могут не сработать просто из-за того что у тебя этот в браузере кэш не это самое не обновился вот тебя на самом деле вот эти за подкастом расскажу тебе нужно другой банк перейти потому что некоторые банки дает очень интересные очень интересные пакет по очень интересный пакет фичеров для канадских пользователей но загоняя догоняя или добивая тему до конца кстати аптечках в канаде тоже как-то очень странно я задался вопросом совсем недавно как переправить то есть начнем сначала в канаде между между аккаунтами да то есть мой твой аккаунт можно переправить деньги через в кавычках емейл да то есть там просто посылается и все остальное да теперь я задался вопросом а можно ли точно также переправить американские деньги с одного аккаунта канадского то есть с одного канадского аккаунта но который этот с американскими деньгами на другой канадский аккаунт с американским счетом вот можно ли это сделать это знаешь что нет это этого сделать нельзя канадские деньги пересылать можно американские нет я считаю что-то пол пол полная пардон не хочет сама там ругаться но это валютная операция поэтому и нельзя а почему нет 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 американский американский аккаунт на американский аккаунт но только принадлежащий типа типа канадскому поднему это получается валютная операция а почему потому что это другая юрисдикция это валютой в канаде кто занимается не аргументом там там типа перерасчета денег не происходит там типа американский доллара на американский доллара в смысле неважно неважно они с одного счета на другой счет переходят получается валютная операция это тоже самое в россии но 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 всех странах сам при этом если внутри канады канадский на канадский то это нормально а потому что это внутренние деньги поэтому они спокойно переходят потому что это операции другого ранга это пизду эту кашу пойду я биткойна купалась то у меня я уже думал блин определяет курс канадского доллара причем здесь курс у тебя есть аккаунт америк который в американских долларах наш здесь допустим тети день этот банк он ты ты можешь там создать типа американский это не ну так это же не у нас тоже можно создать аккаунт евро в долларах там да 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 и вот ты можешь переводишь аккаунт которые в американских долларах на кант который в американских долларов какой там обмен должен происходить это не до валюта не это не не дело не в обмене дело в валюте за валюту отвечают другая организации. Да. Другими словами, это какая-то лига. Саша говорит, давайте пересылать американские доллары через меня. Спасибо. Мне, кстати, жена говорила... Чеками, да. Нормально. Мне жена говорила, что я не буду заходить на тему криптовалюты, но для криптовалюты есть, кстати, хорошие причины, почему они с экономической точки зрения вот. Но одна из причин это обмен деньгами. Моя жена мне пыталась объяснить, что на самом деле это очень большая проблема обмена деньгами. Я это не догонял до прошедшей недели. Когда я на все это посмотрел, подумал действительно, стоп, допустим, мы забудем про наличку. Я хочу кому-нибудь отдать 20 тысяч американских долларов. Вот я, вот человек. Как я это сделаю? Потому что если ты пойдешь... Если я сейчас пойду в банк, в канадский, в свой собственный банк и скажу, пожалуйста, дайте мне 20 тысяч моих американских долларов. Мне скажут, сынок, а не пошел бы ты на... Иди нахуй, да. Вот. Потому что, первое, деньги твои, но законодательства и у нас только наличности нету и еще куча причин, почему теперь сразу не выдадим такое количество денег. вот. И да, и как бы окей. И второе, таскать с собой 20 тысяч, сами понимаете, это как-то... Не знаю кому, но мне некомфортно. Вот. Но, по сути, если ты хочешь сделать транзакцию напрямую, это невозможно. Но сейчас... Я один раз... У меня один раз, по-моему, 13 было. 20... 20 еще не таскал на себе, но 13 один раз было. Ладно. Даже с пистолетом приходите в маске. Отдайте, суки, мои деньги! Я знаю, что они у вас есть. С коробкой из-под ксерокса. Вы забыли, как в России переносят деньги. В коробке из-под ксерокса и нормально. Нет, нет, нет. Как раз за счетом на счет переносишь. Здесь загрузили, отнесся, там выгрузили. Все нормально. Идите, сказать, батина история с времен 90-х, в смысле, ранних 90-х. Вот, когда еще все это дело разваливалось, он как-то там провернул пару операций, где поменял дом на квартиру, квартиру продал и там продал, естественно, закажем. Он говорит, ну, а что это? Как это дело пронести? Как? Берешь сумку типа обычной тряпичной для хлеба, кладешь вот эту всю муклатуру вниз, сверху кладешь хлеб и идешь. Типа, причем он как бы с центра города на автобусе с этой сумкой с хлебом проехал в этот, в пригород. я не помню, сколько там денег было, но он, короче, квартиру продал. Короче, полная сумка, блин, денег было от кэша. Главное, чтобы сумка была не сеть, что я, а воська. тряпичная сумка, ну, там, тряпка с этими, с ручками и все. Мы с этой сумкой ходили за хлебом, как бы, по сути дела. Ну, такая, знаешь, ну, выглядит, сумка, да, вот, ну, да, и ничего, так донес. Если не аккуратно, еще складывать пачки, можно было сверху картошки насыпать, тоже нормально было. Смотрелось бы, как будто целая сумка картошки. Ну, да, и по тяжести подходит, правильно? Ну, так что, да. Так, люди, лайфхак, рубрика закончилась. Я, я у нас плюс-минус 15 минут. Я хотел бы обсудить телеконференции, блин, через Zoom. И почему они не работают? Там Саша прислал длинную статью. Если успеем, возможно, еще этот, про немножко Apple и AMD. Да. Так, давайте сделаем тогда паузу и потом к новостям. Ну, хорошо. Так, первое. Снайпер. Так, к вопросу о том, почему совещание через интернет плохо работают? Возможно, вы знаете, насколько утомительно бывают встречи с Zoom, дело не в теме разговора или в том, что вы не рады собеседникам. Просто видеоконференции решают привычную нашему биологическому виду общения. полностью не согласен с тем, что... Да. Короче говоря, тут ссылочка есть сэмфорский процессор, процессор, профессор, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ссылочка, короче, скопи-пастили статью, большое спасибо, потому что ссылочка платная, походу. Короче, в человеке эволюционно заложил способность интерпретировать даже мимолетные взгляды и именно способность коммуницировать на таком уровне позволила нашему виду выжить. Видеоконференции лишат нас большого количества источников информации, жестов, пауз, тонких интонаций, ритморазговоры оставляют оставляют что там беспорядочным хором реплик. Ну и, короче говоря, поехали там дальше, 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 дальше. Я не совсем уверен, на чем сфокусироваться в этой тематике. На крупных изображениях людьми. Я слышал, но я что-то как-то стал разбираться в тематике то, что называется этот зум-фатик, да, то есть я, если честно, я не люблю вообще, когда если нужно общаться с несколькими людьми, чтобы включать видео. Меня это, на самом деле, отвлекает больше, чем хотелось бы. Нет, я тебе скажу из нашего опыта. В частности, если ты пишешь чат, то тебе вообще знаешь, тебе отвечают ладно, если там знаешь, когда-либо в зависимости от. Если ты там включаешь звук, то ну лучше становится, но как-то так. Когда мы мы не используем зум, мы используем используем WebEx, она и та же хрень, какая разница. Вот, но так, когда включаешь видео, то общение становится гораздо такое живое, более, более живее. Я абсолютно согласен с этими, с выводами, то, что он там сделал, это понятное дело, потому что через это телодвижение ты воспринимаешь огромное количество информации, или там кому-то нравится то, что ты говоришь им не нравится, или там они тебя слушают. Я, например, абсолютно не хочу, чтобы люди видели мою физиономию на конференции, потому что по большому счету я всегда, грубо говоря, ору в подушку. Микрофон выключен, поэтому никто не слышит. Ну, если вы в зум-конференциях то участвовали. Один раз. Просто когда в зум-конференции много народу, один кто-то вещает, у всех остальных он на весь экран, а остальных не видно. Одев в подушку. А в этот, в вебексе то же самое, когда этот, тот, кто громче говорит, тот на главном экране появляется. Но там есть маленькое решение для этого дела, если только там не шарится экран, то ты можешь в принципе включить такую решетку, где все видео будут равномерно распластаны по твоему экрану. нахрена это делать? Ну, как бы, чтобы именно смотреть за теми людьми, которые не говорят. У нас в Teams такое. Это уже немножко, тоже немножко желание следить за всеми. не, не, это просто лазунчиков искать. Нет, это именно, именно, чтобы, понимаешь, чтобы именно бороться вот с теми проблемами, которые здесь профессор вот это сказал, то, что некоторые люди, в смысле, есть люди, которые любят звук своего, знаешь, этот звук своего собственного голоса, типа меня, да, вот, а есть люди, которые не начнут говорить, пока все остальные не заткнутся. Вот, но при этом они, они этот, как бы, телодвижениями, они могут показывать, типа, желание высказаться. Вот, и, ну, как бы, знаешь, я хотел добавить, а еще жестами. Ну, по сути дела, по сути дела, да, Жень, как бы, я знаю свою команду, и, вот, в моей команде, как бы, у нас, как бы, я, допустим, и AJ, мы активны, мы активно разговариваем, вот, и мы можем спокойно друг друга прервать, как бы, при этом, знаешь, ну, более-менее, так, не этот, не просто, там, заткнись, да, мне сказать, а этот, знаешь, вовремя прервать, вот, когда, как бы, один из нас загоняется, там, или там, сильно много говорит, вот, другие два, они, они не будут говорить, пока мы не заткнемся. Я могу высказать свою, эту, свою позицию, это, жестом. какая разница через веб происходит или в реальной жизни, они все равно не начнут говорить, пока соль не заткнутся. Я не очень понимаю, почему именно веб-конференции вот такая проблема. Я считаю, что это, это дело практики. Будет практика, будет привычка, и все привыкнуты, и будут нормально. Ну, то, что сейчас не привыкли, но это другой разговор. Это может быть, на самом деле, не из-за того, что там физиономия вещающего на все, на весь экран, а потому, что просто ты дома сидишь, в носу ковыряешь, у тебя там картошка жарится, а ты тут, блин, должен слушать какого-то чувака, который на весь экран тебе вещает, что ты мудак, что ты не сделал, тесты не прогнал. Ну, нафига, нет. Вот поэтому ты, ты нервничаешь, да, у тебя там подгорает все это. Да, по-моему, дело не везде. Кстати сказать, у меня ежедневные эти... Не в конференции делают. ...видеоконференции, и наш начальник, он на самом деле, он походу, я не знаю, или он просто перекидывает вот эту решетку на отдельный экран или еще что-то, но он очень хорошо следит за людьми, и этот, типа, кто, кто какие физиономии, типа, строит. он там что-то скажет, а я, у меня, на мьюти, я сижу, блин, этот, типа, звук выключил, сижу, ржу, вот, да, типа, он такой, о, типа, Айвен хочет что-то сказать, ну, давай, послушаем, что ты там ржешь. Вот, ну, как бы, знаешь, и, как бы, с одной стороны, да, я считаю, что люди не привыкли, с другой стороны, что, как бы, если вот этот софт немножко настроить, так что ты можешь видеть всех других людей одновременно, ну, или там, знаешь, по желанию, там, как бы, знаешь, прикинь, ты, ну, ты на конференции в комнате, ты можешь смотреть на всех, можешь смотреть на кого-то отдельно, вот, если это возможность сделать, то это не такая уж большая проблема, это, это все равно не сравнится с персональным общением, типа, когда вы все в одной комнате, но я не думаю, что это будет огромная проблема так долго. Ну, в принципе, как я и сказал, это дело привычки, это нужно, чтобы просто люди осознали, что дома работаете, это тоже работа, да, что совещание, хоть и из дома, но это тоже совещание, тогда, да, тогда люди привыкнуты, будут нормально все. Да, но то, что люди не привыкли и делать какое-то вот, ну, не это вот, я не буду с вами, все выводы мне показались немножко, как выводы британских ученых, там, по любому вопросу. немножко так, натянуты, ну, ну, да, наверное, для кого-то, да, но со временем привыкаешь, втягиваешься, какая разница? нет, я скажу, что он на самом деле прав, он абсолютно прав с точки зрения своих доводов, другой момент, то, что этот, то, что, в принципе, перестроиться не так долго и, в принципе, этот может решиться, так что... Я лично считаю, что вы оба не правы, вот, я все еще... Потому что ты интроверт и видеть никого не хочешь. Нет, потому что я просто прав, а вы нет, вот, но... Замечательно, это лучше. Вот. И пошла эта наука, нахуй, потому что это все пережитки, блядь, этот, патриархии, да? Я все еще... Я понимаю, ты Женя огнестрел купил, поэтому ты считаешь, что ты прав, а мы нет. Да, когда покупают, люди становятся агрессивнее. Но... Как бы... Я все еще придерживаюсь своей теории по поводу того, по поводу звуковых каналов, да, просто они не так работают, как на самом деле нужно. Но, но, я... Кто помнит, не помнит, но неважно, вставлю. Я периодически смотрю политическую, юмористическую, политическую программу от Билл Мара, да, там, Real Time. Вот. И, то есть, с зомби-апокалипсиса, естественно, начал все это делать из дома. И, в итоге, сейчас он начал приглашать, там, по два гостя. То есть, получается, он и еще два человека. И вот через... Там, я не знаю, чем он пользуется, потому что там лого никаких не написано. Может быть Zoom, может быть не Zoom. Вот. Теперь, я заметил огромную разницу, когда он в студии записывал, у него было три гостя, плюс он, то есть, четыре человека. Сейчас он записывает два гостя, плюс он. Но, не в этом разница. Самая большая разница между студийной записью и через интернет, то, что он сейчас делает, это в том, что когда в студии, там, в особенности, когда какая-нибудь как бы животрепещущая, агрессивная тема, там люди просто немеряно, как, пардон, обезьяны, друг друга перебивают, там, повышают голос, да, то есть, там, пытаются вот, один, один все еще говорит, другой просто, знаешь, залезает и так далее. С того момента, как он стал вещать через интернет, этого не происходит. И я заметил все тот же самый тренд. Проблема не в том, что люди не могут это делать, да, а потому что просто получается говно из-за, мне, на мой взгляд, аудиодорожек. Не, 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 Жень, они просто 10 лет подкаст не писали, потому, поэтому у них нихуя не получается. Вот и все. Я, 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 как работает привычка, будет проще. Я, нет, я все еще думаю, что это, там, можно допилить аудиотехнологию. Там, там не хватает какого-то маленького, совсем маленького прибамбаха в передаче аудио, то есть, передаче звука в этих всех приложениях. И когда его найдут, поверьте, кто-то скажет, о, как это, какая маленькая фигня, такая большая разница. Ну, я, 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 в принципе могу себе представить как бы технологию, если ты подставишь этот типо технологию 3D звуковывода, но только вот этот 3D звуковывод будет как бы, ты будешь каждого человека, который там пишется, ты его просто расставляешь в виртуальной 3D среде, вот, и этот, и просто передаешь каждому свой отдельный этот, свою отдельную дорожку, тогда это, я думаю, она должна сработать. У меня конкретного решения нет, попробовать было бы интересно на время. Ладно, я затыкаюсь на эту тему. Короче, это, это все пройдет, а этот, сидим еще 2 года на карантине, и все привыкнут. Нормально. Профессор Б. Бэлсон не прав. Кстати, еще 2 года, блин, я не уверен, но у нас на работе там как бы уходят слухи, в смысле, уже попахивает тем, что мы до конца года будем из дома работать. Не то, чтобы я совсем против был, у нас вышел такой опрос внутри корпоративной, типа, как вы хотите работать, где вы хотите работать, или вам что-то, или нужно ли вам что-то из офиса. Самый смешной момент, то, что один из пунктов, то, что ты мог, потенциально можешь из офиса взять, это рабочее кресло. Там, типа, мне нужно рабочее кресло. Типа, можешь взять мониторы, там, всякие доки, там, наушники, эти. Ты меня на работе будет то же самое спросить. У нас были интересные кресла, как раз для моего высокого стола, поэтому, хорошо-то напомнил, можно будет посмотреть. Так, ладно, давайте. Ваня, ты забываешь добавить пока что, до конца года, и, я боюсь, что к концу года они просто не продлят аренду, и нормально будете сидеть из дома. Ковалев. А потом уже не буду спрашивать, потом скажешь, у нас не будет, поэтому сидите дома. В этом-то и дело, потому что, по статистике, после того, как мы начали работать из дома, продуктивность, на самом деле, выросла. То бишь, учитывая, ну, как бы, опять же, Это было риторически. Вячи на мою команду, все равно, работа делается, и делается, как бы, в принципе, в нормальном ритме. То, что там, некоторые филонят, не будем показывать пальцем, хотя это был я, но, это, все равно, работа делается, и делается, как бы, в допустимом ритме. По статистике, наш, наш отдел, этот, повысил продуктивность, что, в принципе, очевидно, потому что, в частности, в офисе, люди очень много времени просто тратили, просто, чесали языки между собой. Ну, там, пришел на работу, там, потрещал, блин, с соседом, еще чего-то в этом духе. так что, да, другой вариант, что перестроить, как бы, вот это вот здание, где мы там сидели, на, так сказать, вирусно-защитную конфигурацию, где там люди должны сидеть два метра друг от друга, тогда, как мы раньше просто лотками бились, это, ну, Ваня, не разевай на каравай, потому что, поверь мне, сейчас пройдет еще немного времени, менеджмент запоет по-другому, поэтому, давай, 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 закинул тему, в смысле, закинул мысль, но потом, когда реальность столкнется с действительной, фантазия столкнется с реальностью, тогда это еще обсудим, потому что, как бы, это, а вот мистер Ковалев, кстати, пусть не уходит, потому что мы сейчас подкаст закончим, я хотел бы у него этот, спросить по поводу, если у него кресло, вот этот, Хорман Миллер, вот, нет, у нас, у нас на работе, помню, у Вани, хотя у Вани может быть, у него, да, Хорман Миллер, у него может быть, у меня точно не Хорман Миллера, но я, но я уже долгие годы на это кресло целюсь, но я не знаю, если оно того стоит, оно стоит больших денег, так, неважно, снайпер, фиг с ним, с новым ядром Линукса, он хочет знать ответ на вопрос, при каких условиях вы перейдете на Линукс окончательно, вот что должно случиться с АПО, чтобы вы перешли на Линукс, я тут предлагаю объединить темы, тут получается, тема про ВВДЦ, WWC, тема про, как подсластить пилюлю, и тема, как про ядро, дофиксим с ядром, это одна и та же тема, на мой взгляд, по-моему, как раз уже начинает происходить то, что должно вас заставить переходить на Линукс, то, что на ARM переходят, начинают ломать, планируют, планируют ломать приложение, вот, и, на самом деле, про ядро, я бы тут, опять-таки, не уходил бы далеко от ядра, потому что, ну, переходить будете, перейдете на что, ну, вряд ли на интелский будете переходить в машинке, будете переходить на МДшный, и опять-таки тут, всплывая, еще одна тема, тема про, не все так сладко, и в датском королевстве, то, что ВМД процессор, тоже иногда находят уязвимости, правда, не такие серьезные, как-то, да ладно, у меня А7 неплохой, ну, ты с Рязани 9 не сравнивал, или с 7 той же, 4000 серии, я знаю, ты объединил так темы, своевольно, но тогда давай этот, давай этот, давайте, как-то этот, организовывая, чтобы мы в каком-то потоке обсуждали, а то прыгать, ну, вот, на мой, давай, на мой взгляд, если переходить на Linux, ну, вот как я перешел на Linux, я перешел, во-первых, сначала из-за того, что мне не хотелось покупать новые iMac, MacBook и так далее, потому что бабла это требует немедленного, тогда как Linux работает практически на любой, на любом ведре, и есть ведра, на которых он работает быстрее, и раньше это были, вот как раз, корова i7, i5 и так далее, а сейчас, так как царь и батюшка перелез на AMD, это я про Linux второго лица говорю, вот, сейчас вот как раз вот ядро 5-8, оно больше заточено на исправлении всяких ошибок с энергопотреблением, впрочем, во всяких резаниях седьмых, девятых и так далее, поэтому все будет намного круче, все будет веселее и шустрее и бодрее, но помимо производительности, там же еще есть такой аспект, как юзабильность, юзабильность, вот тут как раз я скидывал тему, как посластить пилюли, при переходе с Mac'а на Linux, можно тему начинуть, которая практически будет идентична Mac'у, это раз, а во-вторых, что вам необходимо, у вас какая основная проблема, при переходе с Mac'а на Linux, хотел бы ебаться, я хочу нажать кнопку, и чтобы оно все работало. Так можно, без проблем. Блядь, какая гадость. Что-то пьешь. Гадость. А, ты что это? Гадость. Нет, не у нас лагера, чуть-чуть. Я купил много чего, озвучивать не буду, но я знаешь, каждый твари по паре купил. Блядь, опять это хоть не одет. Чувак, ну, блядь, ну я же тебе говорю, не мешает. Этикетка была очень-очень клевая, на вкус мне не нравится. Это всегда рафтавая, покупать по одному. Так вот, возвращаясь к нашим, баранам, точнее, коровам, переходит, для перехода на Linux, что вас должно сподвигнуть? Ну, точнее, даже не то, что для перехода на Linux, что вас останавливает, чтобы попробовать другую операцию? Я скажу, что у меня, первая вещь, и, к сожалению, Apple это исправила, поэтому это больше не вариант, клавиатура. Первое для меня было, я не думал, что я куплю еще один Mac, потому что клавиатура, перед тем, как они вернулись на старое доброе, клавиатура была полная абзаца. Ты же купил Mac восьмилетней давности? Так нет, мы же говорим, что меня... Про новую, да. Про новую? Про новую. Переход на новую, потому что на 2015-х Mac еще пока что можно посидеть, но через два года, я думаю, возможно, будет не вариант. Ну, до этого сейчас докатим, но, короче говоря, да, то есть для меня было болезненно железо. Сейчас, поскольку они откатили обратно и по своим требованиям, я не знаю, я понял, то есть я до сих пор считаю, что у Apple какое-то странное отношение с все, что касается интернет-сервисами, я... сеть, сеть, не интернет-сервисами, а сеть. Сеть уже как-то, грубо говоря, хорошо, можно... Не хочу я сеть подгребать под это все, но вот ихни клауд-сервисы меня... Они удобны, но периодически вымораживают, но у них никогда это не было, это уже, я не знаю, сколько раз говорил, вот, поэтому я, в принципе, я, в принципе, понемножечку отдаляюсь от этого всего. Другой момент, это все-таки, что меня на Mac оставляет, это все еще привязка к вот одному общей, как называется... Экосистема. Да, потому что я все еще пользуюсь Apple-офоном, и он меня целиком устраивает. Кроме Apple-офона что-нибудь еще используется? Там Apple Watch, например, там... Нет, iPad. Нету iPad'а, нету Apple Watch'а, но у моей жены есть, но она его так использует, что можно считать, что и нету. вот. Так, капсюль это немножко вообще... Капсюля нету, но у меня есть этот macOS-сервер, потому что по большому счету просто для бэкапов на самом деле, ну, фактически, думай, как капсюль, потому что все остальное на нем гоняется из-под докера, поэтому это не проблема. экосистема, наверное, самое большое это железо и экосистема, потому что... Ну вот если экосистема, тут вопрос в том, что у тебя всего два устройства, которые в экосистеме участвуют, телефон и компьютер. это неотъемлемая часть повседневной жизни. Хорошо, я хотел спросить, какими функциями вот из этой экосистемы вы пользуетесь? В основном, чтобы эту свою музыку заливать и скачивать, это, извиняюсь, это между моим компьютером и mac-телефоном. Вот, это единственное, андроид и линукс. А андроид и телефон сломается в этот момент. Да, ты знаешь, у меня какая-то предвзятость к андроид и телефонам, то есть, если бы я переходил на андроид и телефон, я бы переходил на брандовые телефоны, да, то есть там или от самого гугла или от самсунга, вот, но тогда с гугл там можно купить через Америку без проблем. Да, за такие деньги почему тогда и с Апплом не остаться. Понимаешь? Это касаемо телефона, а касаемо компьютера это будет дешевле намного. Да, и да, но с другой стороны, поскольку у меня такая БУ-модель, поэтому не сильный печет, если честно. Поэтому мне как-то я думаю, знаешь, мне кажется, это все привычка. Это все привычка, но не хочется, не хочется, я не работал с линуксами уже долгое время, да, в особенности с последним железом, с последними линуксами, вот, я не хочу, хотя нет, я ставил пару-тройку лет назад, в принципе, все работает, я не могу сказать, то есть, в основном, наверное, это все-таки экосистема, да, это единственная запинка, вот, потому что все остальное, ну, как бы, всем, чем я пользуюсь, можно поставить и на линукс. Ну, есть тема такая, как KDE Connect и G, GTK Connect или G Connect, я точно не вспомню сейчас название. Если я могу, можно связать телефон с компьютером, он будет, будете приходить на компьютер смс-ки, будут приходить все оповещения, ты будешь видеть их с плавающими планами, оно работает прямо из упаковки? Ну, ты ставишь приложение и работает. Да, из упаковки у тебя этого приложения нет, ты его доставляешь и без проблем. Ну, да, ну, погнали. Смотри, вот, вот видишь, в этом нет проблемы, когда ты переходишь, когда ты переходишь давно, и потом ты сидишь на этом, и просто обновляешься на новую операционку. Все. Я, 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 не скажу, не теряются, ты бэкапишь, те же самые, если, не знаю, не дай бог, хотя вылетает там SSD, ты ставишь новую SSD, накатываешь на операционку, возвращаешь все свои бэкапы, и погнали дальше. Все, это работает. Да, у меня в большом большом числе, ты можешь, как Шелдон Купер, заново поставить, вот выделить себе субботу, поставить голую операционную систему, поставить заново все свои приложения, и работать с чистой операционной системой. Может так, потому что всякие там, какие-то вот левые фишки все равно остаются, но и в маке они тоже остаются, на самом деле. чем меня мак привесил в определенный момент, потому что шлаг там остается, ты удаляешь приложение, но на самом деле приложение целиком не удалилось. Тебе какой-нибудь клин мак нужен все равно. Ты не нужен тебе терминал? Ну, ну, дядя, дядя, ты не затирай. Терминал должен удохаться и подтирать, и думать, а куда он мог еще там положить свои файлы приложения. Ну, тоже мне. Ну, ты потом привыкаешь к гиану хранить. Что-то не знаешь, где в маке сохраняю. Ты что, SDK пол не читал? Ты не разрабатывал приложение целый год? Ё-моё, ну, что за херня? Я удалил все приложения, у меня место не освободилось практически. Что такое? А потом лезешь и выясняется. Ну, да. Ты не ебался с ихней системой повышения привилегий, чтобы записать куда-нибудь свое, куда-нибудь туда, куда не надо записывать. И блю ставил, и все там, да, проходил все приколы. Люди, 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 я сейчас, в частности, скажу, что со своим маком я особо не ебался. И, в частности, с моим маком чуть не верю. Не верю. Как Станиславский. Не верю. Не может такого быть. Нет, ты в Ване в этом плане ты можешь верить. должна была быть. Мне абсолютно влом. Единственное, где я там ебался, это то, что разработческую среду я там проставлял, это было по полному пределу моего въебание с маком. Другего ты не ставил. И макпорты не ставил никогда. Никогда. Я, кстати, один раз ставил, больше никогда не ставил. Нет. Я не ставил на макс везде. Я попробовал макпорты. Понял, что в сравнении с хребезди это полная фигня. Но смотри, опять же, я скажу одно, что как бы в основном работаю я так сказать на рабочем компьютере в основном. Теперь у меня есть игровой писюк и мак, где я там занимаюсь банкингом, всякой такой хернете, типа там так сказать личной хренью. Но это с точки зрения такого, знаешь, просто пользователя там побраузить, музыку закачать, еще чего-то там на телефон и так далее. И я там вообще мало что делаю как бы с точки зрения поддержки. Я там тыкаю, блядь, обновить систему, еще чем прогнать апдейты. И тем не менее у меня телефон синхронизируется с этим, с чатом у меня этот, я там пару раз телефон хреновый, знаю, где потерял, и типа, блин, где мой телефон, открываю мак, нажимаю на кнопку, блин, у меня телефон пищит, я здесь. Вот, знаешь, вот эти вещи, которые я, я в принципе специально никогда не создавал, не делал, да, вот, как бы, я просто нажал, как-то давным-давно, я нажал на кнопку, что да, этот, пожалуйста, этот, типа, включи фичи, да, вот, когда она предложила, и она просто работает. Если бы я эксклюзивно работал бы на маке, и только, только, только на маке, знаешь, там типа и работа, и дом, и все остальное, то я думаю, я бы там наебался. А, кстати, быстро и в догонку, я, я, не люблю этот, идею, типа там, пилюли для перехода с мака на линукс, да, давайте сделаем линукс, чтобы выглядел как мак, нет, я абсолютно не приверженец этого. Я соглашусь, если уж переходить, то уж давайте переходить, блин, на тот, ну, как бы, да, это будет ломка, вот, но, да, пока, пока что меня, меня не устраивает внешнее оформление линукса, не устраивало никогда и не устроил, поэтому я накатываю такие фишки просто для визуального лоска, это как, это как в языках, это, как он называется, синтаксический, синтаксический сахар, подсветка, да, 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 ну, это ничего не решает, это просто красиво, это, все остается так же, как в линуксе, но, но, с точки зрения, просто красивее смотрится, с точки зрения, вот, юзабилити, там, да, вот, ты хочешь сказать, что тебя линукс полностью устраивает, и этот, я перешел с лайна, я не знаю, как дальше было, на маунт онлайн я не смотрел, я пришел с лайна, и я перешел на 14, на Ubuntu 14.04, и с тех пор, стоишь там, у меня сейчас 20.04, 20.04, 18.04, это был провал полный, я каждый день ждал, когда выйдет 20.04, отсчитывал, как вот, как в русской армии это происходит там, сто дней до приказа, я каждый день отсчитывал, когда выйдет новая версия, вышла новая версия, все, я обновился в тот же день, не жалею ни разу, все отлично, все хорошо, у меня освободился компьютер, я отдал дочке, потому что до этого я, как раз корову, а я седьмую, сейчас сижу чисто на... Я тебе дам одну причину, почему, почему маг, вообще это, это Master Race, готов? Ой, сейчас, готов, без проблем, тракпад, тракпад, кстати, я что-то слышал, мыслись у Линокса, что-то они там собираются, интересно я сделал с тракпадом, но, что именно, тракпадом должно меня остановить, переходит с мака, ну, макер-тракпад, я не могу купить, вот эту, припобулину вместо мышки, как оно там называется, я забыл, я тебе в частности скажу, что у меня, как бы, вроде бы, дорогой, невъебенный, лаптоп, Windows, и у меня есть, старый, свой маг, и у меня есть новый, рабочий маг, вот, и, я тебе скажу, одну вещь, что, в частности, гистуру тебя не устраивают, ну, жесты, нет, нет, это, это, это именно как, как оно просто реагирует, вот, на все эти движения, ты знаешь, я, я периодически, вот, даже буквально сегодня, я, ты понимаешь, что, то, что ты сравниваешь, макс с линуксом, через свой опыт, на виндовсе, это немножко неправильно, если бы ты сравнивал, макс с линуксом, через опыт, ты хоть тренируешься, что на линуксе, драйвера для трекпада, лучше, чем, и трекпад, я думаю, который, хардвейр, сами по себе, вот, что, что, у меня вместо трекпада, и мышки, одно время, я использовал графический планшет, от Вакон, как часто ты трекпад, на этот, на, используешь, я использовал больше года, пока он просто не стерся, там, вот, это вот, дилетайзер, там, не перешел в негодность, вот, надо было просто покупать новый трекпад, и тут у меня стоял вопрос, либо покупать макс трекпад, вот, как она там, маленькая штучка продается, квадратная, с батарейкой, либо покупать новый Вакон, и я вернулся на мышку, да, это было неудобно, я до сих пор жалею, что я не купил новый, но сижу на мышке, уже до последние лет шесть, с трекпадом, было все замечательно, были жесты, было все, было классно, я думаю, как эту добротую тему, тихонько завернуть, чтобы этот, никто не обиделся, не получится, а не получится, потому что Мак рулит, а все остальные козлы, Мак рулит, но только он, сука, дорогой, он постоянно требует денег, и сейчас, когда вы перейдете на РМ, подожди, 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 не будем еще туда идти, что значит, он постоянно требует денег, ну, потому что, у тебя проходит 2-3 года, у тебя усталевает железо, и тебе нужно новый покупать, либо ты остаешься на старой операционной системе, тогда смысл вообще, вот разговаривать, потому что Мак рулит, какой у меня, блядь, уже 8 лет железо, одно и то, блядь, 8-летнее железо, и все тепло. И ты на последней Мак оси? Нет. 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 ну, 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 подожди, ты не пользуешься весь экспириенс Мака? Подожди. Ты не пользуешься всем экспириенсом Мака, ты пользуешься всем экспириенсом. Я недавно на этот был Мак, который у меня тут был, перед тем, как я продал его, я на него накатил последнюю Мак оси, ты знаешь, работает нормально. Это то же самое, я родителям отдал компьютер с 14-м, Ubuntu обновил до 16-й, и на 16-й я понял, что дальше обновляться нельзя, потому что компьютер превратится в тыкву. Ну, я не знаю, в 20 часов, потому что это будет полный шлак, но и все, и да, они сидят на 16-ю Ubuntu, которая была вообще вырезана как пищечка, я мухлюю, но я говорю, я вот 8-летний Мак вставил туда, сколько там теперь, там 10 гектар памяти, и этот, почти тут полтерабайта SSD, ты знаешь? На древней системе, ну, ну, такое, да. не знаю, короче, да, все еще тянул, но это опять же такой чипшот, потому что тот, тот Мак еще можно было, можно было апгрейдить, да, не два года, не два года, а потом, когда выйдут новые приложения с обновлениями, где будет новые фичи, которых тебе будет не хватать, и что-то будет делать, это понятное дело, но опять же, я тебе, я тебе за там один вопрос, если бы ты себе мог позволить купить Мак, да, я купил бы Мак, но я не могу себе позволить, вот поэтому мы до сих пор сидим на Мак. Кстати говоря, с какой-то точки зрения, я понимаю, но я понимаю еще тот момент, что вот сейчас, когда переход на ARM, который я думал, что он будет переходить чисто вот на слабых железках там, на MacBook Air, а он переходит полностью, но тут меня как-то ломает уже, я понимаю, что какая-то ерунда, это не то, к чему я был готов, а ты стоит еще, посмотрю, что я уже задумываюсь, не оставался ли бы мне на ARM. А ты знаешь, эта тема довольно-таки такая, чересчур свежая. Чуть-чуть, а чуть-чуть, и вообще не нравится ARM, ты что против Fire Em'a? Ты против Fire Em'a, да? На данный момент, я пока не видел ни одного решения на ARM, которое работало. Потому что еще новый Мак на ARM не вышел. Да, вот выйдет, когда все скажут, что он... Все будут молиться. Когда он не плавит коленки, когда он работает так же шустро, не троттлит постоянно, вот когда будет вот так вот, тогда да, я скажу, да, я был неправ, но пока я в этом не уверен. Вот пока вот новости вот этих, меня пугают больше, чем радуют. Да, ну это понятно, это как бы, я понимаю, почему... А мне вот непонятно, мне нихуя непонятно. А то есть, ты считаешь, что будут новые MacBook'e на Remy, вот MacBook Pro на Remy, ты купишь его и скажешь, он замечательный, вообще прошел. Я уже пережил, то есть, я через это... Да, 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 я уже не прошел через это, по RPC на Intel переход и все остальное, это было дело. Поэтому, ты знаешь, ты знаешь, вопреки всем ожиданиям, то есть, когда там переходили, я помню, тоже был, на то время у нас был один интересный слушатель, вот, и он там, ну все, типа, знаешь, Apple переходит на Intel, в пизду Apple, выбрасываю я этот MacBook и все. Когда с PowerPC на Intel переходили, я не переживал, я понимал, что они переходят с одной системы на другую систему, которая поддерживается не только Apple. Ну да, но оно мейнстрим, мейнстрим, конечно же, там чувствуется, что это безопасно. Вот вопрос в чате. Просто вот, как overhead. когда сейчас переход, ну, меня немножко парит, я думаю, блин, так хватит ли у них вообще? Канадский лошадь, вернись к вопросу ARM, вопрос, что ты будешь делать через три года, когда весь новый софт будет требовать ARM. так, первое нужно отметить, и так, забава ради, да, последний этот, какой называется, ОС Босс, Босс, или как там, Рос, блядь, как последний, Макось называется, я еще понятия не имею, башки там, там очень забавное название, поэтому. А, подожди, сейчас на рабочем посмотрю. Нет, которые они, они только... Ты думаешь, обновился уже? Ой, блин, чувак, они без спроса там, блин, корпоративщина толкает, блин, а нет, тут все еще, все еще махависты. Биксур называется, Биксур, мне очень понравилось имя, Биксур. Короче говоря, я посмотрел, забавы ради, и моя, мое восьмилетнее железо до сих пор будет поддерживать, или они будут поддерживать... Биг Дик, да! Биг Дик. Вот. Они будут поддерживать мое железо, поэтому переходить я буду, и, соответственно, три года после этого, поверьте мне, все еще, софт еще будет вполне доступен и достаточен. Это раз. Во-вторых, у меня уже есть... Тот, который ты купил недавно, там тоже будет поддерживать Биксу? Ну... Или уже нет? Да хрен знает. У меня, я знаю, у меня есть одно приложение, которое, оно старше моего, оно уже старше моего, этого, MacBook Pro, ему же там лет 10, наверное, до сих пор работает. Вот. на самом деле, не так все страшно. Абсолютно не так все страшно. Поэтому все будет, ну, через три года, когда лаптопу будет 11 лет... Ты хочешь сказать, что Apple, будучи Apple, они это будут все так медленно внедрять, что это станет сравнительно незаметным? Нет. Это просто... Это независимость, как медленно они будут внедрять. Это просто... Да, Apple идет относительно быстрыми шагами по сравнению там с Майкрософтом, вот, вот, как бы, паники особо не будет. Это все еще будет поддерживаться несколько лет. А что ты будешь делать с идеей? Ты пользуешься этой идеей? Ну, конечно, ну, это же все на Java базировано, поэтому, что там... вообще говорить нечего, но будет работать везде всегда так же. Да? Ну, хорошо. Что хочешь, что Java на армии не работает? Ну, я не знаю, будет ли они так же работать и будут поддерживать те же инструкции, я не знаю. Будет, Чувак, Java работает, блядь, на симках. Фак. Так что... Это правда. Когда моему лэптопу исполнится 11 лет, ну, куплю новый. Так. Я, 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 я на самом деле приветствую переход от Intel, и я приветствую ARM процессоры, хоть я не особо разбираюсь в процессорах, у меня просто девиз чем проще, тем лучше, а ARM процессоры, по идее, у них архитектура должна быть проще. Опять. Я думал, ты скажешь, давайте бороться с олигархией. Нет, меня не интересуют эти вопросы политики и всего остального. Вот. Поэтому, при этом, они переходят на свои армы, то есть, я бы, может быть, еще и шелохнулся, испугался чего-нибудь, если бы они переходили там на какие-нибудь, я не знаю, Qualcomm. Да, да, тогда бы я еще подумал три раза, серьезно, уверены, что мы еще готовы к этому, или они готовы к этому, вот, но они приходят на свой дизайн, их дизайн, по идее, достаточно хороший. Я удивлен, я удивлен, что, допустим, мой старый телефон с двухкорным там, я же не знаю, какой там стоит, A8, A9, вот, то есть, он все еще тянет операционную систему, то есть, и достаточно достойно. Чувак, у меня что там, 6S, я только вот на днях, ну, мне там по работе надо было какую-то хуйню сделать, вот, я так подумал, загружу на свой телефон, вот, ну, заставил проапдейтить, и ничего, последняя на персону как-то залезла. Да, и работает. И не тормозит. Фишка не тормозит на 6S. Ну, прямо после перезагрузки там были небольшие тормоза, но после того, как везде поводил, в смысле, нажал окей, типа скипанул все эти туториалы, то, да, сейчас работать ничего пока не будет. Серьезно? Лаг есть, но он совсем маленький. У меня 4S и 3GS лежат сейчас, вот, прямо рядом, в доступности. я их покупал, они были относительно свежие. Я почему эту экосистему Apple задвинул, потому что они стоили, блин, конских денег. Да. они ушли в утиль достаточно быстро. Ты прав. Да, но, но опять же... Все поломалось, все стало тормозить. Опять же, блин, смотри, я взял поддержанный этот 6S, и он сейчас последнюю, этот, что там, 13 с чем-то, да, систему, он закачал, он все, работает. Я отвечу на твой вопрос, это возвращаюсь в 90-е, да, это я прекрасно, то есть, я сейчас аналогию проведу, но я надеюсь, всем будет плюс-минус она знакома. Я вспоминаю, когда у нас там у соседа был первый пень, вот, у него там тактовая частота была, что 133 МГц, да? Ну, это вообще, блядь, зверство было, 133, это практически почти что про. Да, для тех, для тех, в то время не принимал участия в компьютер жизни, не гигагерца, а мегагерца. Вот. Там еще кнопочка, наверное, была буст. Да. Нет, это в 486, когда ты с 6 до 100 мегагерца разгонял. Да, 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 это, это, ДХ3 или 4 процессор тогда был. Вот. 4, вот. И тогда была, тогда я помню, была такая разница между пнем первым, который там 133 МГц и там 486, который, ДХ4, блядь, там 100 мегагерц. еле лезет, блин. Да. Но там ММХ технологий не было. И там такая была огромная разница. Потом, ладно, прошли мы 466, перешли на первый Пентьюм, там 133, 166, 200, 233, да, потом вышел Пентьюм 2. Или подожди, первый Пентьюм он до, с каких, 200 мегагерц шел или... 266 мегагерц, это, по-моему, самое высокое, то, что они достигли. и потом вторую Пентьюм. Я AMD как раз К6 купил. Да, 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 о, красота. А, точно, точно, Intel, по-моему, до 266 так не разгонялся, да? Я не знаю, у меня было AMD. Там близко было, по-моему. Да, но это AMD чисто из-за того, что они по этот, как называют, из-за тактовой частоты. У них там не хватало инструкции, но по тактовой частоте они типа обгоняли. Чтобы такой был. К6 был, да? Был. По-моему, еще был К6. у меня как раз был. Я долгое время работал. Да, К6. К6. Вот. И, и, в итоге, то есть, каждые два года была достаточно большая разница. Да. И потом в определенный момент как-то вот эта вот частота поднялась, процессоры поднялись, поднялись, да? И теперь мы там сидим все на одной частоте, процессоры выходят, выходят. Да, ты смотришь на бенчмарки и ты видишь разрывную статистику, но при этом ты сидишь на старом процессоре и такой, а у меня YouTube там, знаешь, не тормозит, да, 1080p. А я тебе, а вот я тебе сейчас перу, извини, но я тебе сейчас перую, потому что я вот как раз почему с Core i7 перешел на дизайн, пятую, на пятую, ниже уровня, это практически Core i5, только от AMD. Во-первых, 12 потоков. То есть, и, блин, я запускаю один и тот же процесс, вот как раз по этому по машинам обучению, у меня на Core i7 123 секунды на эпоху уходит. И то есть, чтобы 20 эпох прогнать, умножаем на 2 минуты и получается у нас там 40 минут. Ждем, пока закончится обучение. Я запускаю на AMD без видяхи, у меня происходят 53 секунды на эпоху. И я тут чувствую разницу пипец, но это не 2 минуты и 53 секунды. Давай не будем в совпаде, машина обучения и видеорендеры. Понятное дело, что AMD сейчас сорвет. Когда подключаю видяху, там 4 секунды вообще. Там, вот, почему как раз инвидео и рулит, но тут речь как раз о процессоре, потому что с ростом процессоров, я боюсь представить, что было бы на Корой, ой, на Рязани 9-й, не на Корой 7-м. Сравнивать, там было бы... Ну, не, 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 ну, опять же, но возвращаемся к... В тех же самых играх для детишек-то нужно... Что? Чтобы у них красиво все рендерилось, а чтобы рендерилось все красиво, нужно, чтобы это рендерилось красиво. А тут как раз скорость нужна. Это не факт. Это не факт. Я думаю, факт весьма. абсолютно нет. В частности... Я согласен. Если, если это, если ты хочешь там видео обрабатывать и все остальное, то AMD оно рвет Intel. Если ты хочешь играть в игры, а с ним я с NVIDIA все-таки пока что в играх рвут. Почему AMD NVIDIA ты не рассматриваешь как связку? Почему AMD NVIDIA ты в связку в связку? Ну, в принципе, тот тоже как вариант. Но просто... По цене это порвет Intel вообще просто в клочья, если по цене не рассматриваешься. как вариант, если бы я еще башню себе строил. Но я, блин, я свою последнюю башню продал два года назад, да? Где так? В смысле, не продал, а отдал. Я с тобой не спорю. Поэтому я как бы и сказал, по бенчмаркам разница огромная. Вот. Я в работе ощутил. Я тут... Да, но если ты работаешь на бенчмаркерских стандартах, если ты проживешь YouTube, блин, какая нахуй разница? Хотя может быть этот 2015-го, блин... У меня может быть Qualcomm. Все будет нормально. И YouTube будет пол-эшки, и все будет хорошо. Именно. Вот, то есть, но по-сам деле тут речь-то не совсем про домохозяек, потому что домохозяйки домохозяйками. Они там могут на телефонах оставаться. В частности, опять же, смотри, если ты хочешь выжимать каждую частицу производительности, ну, конечно же, конечно же, там... В чем у тебя такой прям этот... То есть, я понимаю, я понимаю такой сценарий, и я спорить с ним не буду, потому что знаешь, фьюнайло нет дела. Вот, но как бы я говорю просто с точки зрения домохозяйки, да, представь, домохозяйку... Вот и разрыв. То, что мы используем маке как домохозяйки. Макбук она не купит на Макоси. Я не могу показать как минимум одну домохозяйку, которая купила макбук, потому что я ей посоветовал. Проблема не в том, что кто купит... Подставил домохозяйку, она потратила лишние 200 баксов минимум. Она богатая, одинокая и вообще после этого... Посоветовал бы DLXPS, и она была бы... Я знаю, я бы столько бы, блядь, зарабатывал бы с ней до сих пор, блин, этот... Она бы мне, наверное, каждые две недели бы звонила, чтобы там что-то отремонтировать, наверное. Вот, но... Не факт, если бы ты ей посоветовал DLXPS на Ubuntu, она бы тебе не звонила. Это правда. Довело перверсию, она бы купила и была бы довольна. Это правда. Но, как бы, я говорю не про, знаешь, там, вариант, вот, взять домохозяйку, там, 10-15 лет назад, больше, чем 10, и, понимаешь, на то время каждые два года процессор надо было, знаешь, менять, да, потому что все быстро развивалось и, как это, demand... Потребление. Да, нагружка увеличилась. Снайпер, а сейчас... Снайпер через 3-3 потом уже сказал, что новый компьютер. Домохозяйки 15 лет назад, не могли себе позволить купить новый компьютер. Понимаю. Монитор, который тянул бы больше, чем в 640 на 480. Понимаю. Они оставались над нером, не в этом дело. Видео качались, торрент, не, не было тогда, торрента. Да. они качались в плохом качестве. Смотрели на 644-180 и были довольны. Конечно. Им не надо было новые процессоры, как и сейчас. Но... Сейчас то же самое происходит. Но... Не у всех дома стоит 4К. Но... Даже у меня не стоит 4К. потребность, поседневная домохозяйческая потребность в мощности не растет, как раньше. И то же самое, что ты говоришь, возвращаясь к изначальному тезису с айфонами, да, там... Я тебя целиком понимаю, потому что он тоже там был айфон то ли 3, то ли 3GS, 4, и через все это прошел. Вот. И в определенный какой-то момент, да, процент... То есть я помню, я тоже у меня был какой-то разговор со знакомым. Он говорит, ну, стоит купить мне айпад? Я говорю, нет. Вот. Потому что там однокорный этот процессор, да, на то время, там, первый или второй айпад, это надо было, да, менять каждые там 2 года, потому что процессор все сливался недостаточно. Сейчас ситуация поменялась, вышли все... процессору мощность увеличилась, причем значительно пошли коры и все остальное. Вот. Соответственно, когда у тебя там уже двухгодный процессор, как у меня, да, то телефон... Женя, я знаю, почему тебе нужно купить новый компьютер и это самое, и AMD, и Linux туда поставить и все остальное. Знаешь, зачем? Нет. Догадайся, с трех попыток. Я пытаюсь, что-то как в голову ничего не приходит, зачем? Чтоб ты, блядь, Дискорд мог гонять! А! Хорошая идея. Да как бы... А на Макохе вы не можете Дискорд или нет? Не на его 2012 или еще что-то в этом духе. Ну, если он купит новый, так он сможет. Не, ну, конечно же он сможет, но, блядь, ну, он же... Что-то я чувствую, что вы мне оба сейчас скиньтесь и купите новый компьютер. Жопу прямо чувствую. Вот, поэтому... Я думаю, просто тренд замедлился. То есть... На самом деле, это с какой стороны смотреть, потому что, если смотреть с точки зрения Ваниного лендлорда, который квартиру хочет оценивать там не своими глазами, а, например, глидаром, ему нужно будет новый покупать iPad, нужно будет там, когда выйдет новый iPhone с глидаром, iPhone с глидаром и поставить себе приложение, которое будет запоминать, как там что-то и она будет просто заходить, согласен, крутить телефоном вокруг себя и все. Но это просто от потребности зависит от потребности. Они меняются немножко не так, как технологии двигаются. Технологии двигаются на много быстрее, чем потребность. Понятное дело, если нам раньше казалось 643 на 480 видео, офигеть, какое качество, 256 бит цветов-то, ох, е-мое, это что-то вообще запредельное? Сейчас нет, сейчас мы сидим там, 4к, что-то качество плывет, какие-то кубики пошли, не, нам не такой не нравится, и звук нам не нравится, и все нам не нравится, и вообще, верните нам 2002, нифига, там в 2002 было не так красиво, нам все время кажется, что раньше было лучше, нифига, никогда не было лучше, и то, что вот мы остаемся на стороне, возвращаясь ко всему этому, кому что важнее, понимаешь, если тебе важнее высосать как можно больше производительности за компьютер, за то, что ты заплатил, вот, конечно же, блин, на Linux пересел бы и даже бы не думал дважды, вот, но, когда, знаешь, в частности, там, больше 100 дней я провожу на корпорации, которая у тебя высасывает оперативку, высасывает процессор, у тебя все там тормозит, ничего не можешь делать, у меня не тормозит, в том-то и дело, что... даже программы, которые за тобой следят, как ты там работаешь, у меня пиво закончилось, ничего не могу делать, даже на 16 гектарном, в манне прошлогодном, вот, а вы делайте, что хотите, и у меня, у меня все равно, у меня сейчас, подожди, на рабочем маке, у меня сейчас открыто, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, IntelliJ, на 16 гектарном рабочем маке, который, ну, в лучшем случае, ему год, в худшем случае, ему три года, я не уверен, надо посмотреть, кстати, вот, но у меня не тормозит, и все работает, то бишь, это я провожу там, хороший кусок рабочего дня, ну, в смысле, своего дня, это вот за этим маком, за другим маком, да, он, там тормозит, да, но я его использую чисто, чтобы, знаешь, YouTube посмотреть, и этот, Бенкинни сделать, да, все остальное время, я в игрушки играю на, на i7, ну, если, если мне пришлось, там, знаешь, на один компьютер, на котором я бы, там, и играл, и, там, работал, и мне надо выжимать мощность, еще, не дай бог, блин, там, видео обрабатывать, да, конечно же, я перешел на AMD, на Linux, и все остальное, ну, потому что, ну, знаешь, там, там просто вся мощность выжимается, но, сейчас, я включил свой, свой рабочий мак, он работает, я включил свой домашний мак, знаешь, там, нажал на кнопочку, он до сих пор работает, хоть он не перезагружался, последние, там, три месяца, не знаю, или еще что-то в этом духе, вот, и, знаешь, и, ну, ну, нету, нету, вот это вот, как бы, нужды, и этот мак, что, домашний, да, я его купил, там, 900 долларов, что ли, еще что-то в этом духе, господи, боже мой, я уже запьем, я пытался сказать, на самом деле, своим спичем, то, что, на Linux, уже давно достаточно, он, он не то, что не лучше, он просто не хуже, чем, я понимаю, но, вот, с теми же самые играми, там проблем особо нет, но я не, по крайней мере, ладно, я не игроман, для меня, вот, в плане игр, самая клевая вещь, это вот плойка, да, я включаю, это отдельная фишка, за которую я сажусь, раз в неделю, планомерно, вот я себе ставлю цель, сегодня я сяду, поиграю, и, как раз это не компьютер, это вот как раз у меня, вот, разграничение за компьютером, у меня есть, вот, жгучее желание, поиграть, как она называется, там, Black Mesa, но я, я не могу, нигде, кроме как на компьютере, поиграть, и она стоит 400 рублей, блин, ну, это 50 баксов, ваших, ну, и не могу себе, позволить, потому что я не, не сяду за компьютером, играть, у меня за компьютером, я себе ставил специально, и героев, третьих, там, и, что там, только не ставил, но, ну, не играю, не могу я играть, не могу, не нормально играть, ничего не понял, вот, вот, подожди, в чем проблема с компьютером, еще раз играть, то, то, что, то, что, мне нравится играть, на этот, на компьютере, я разграничиваю, потому что, рабочее место, игровое место, консоль, это игровое место, рабочее место, это компьютер, поэтому, какие-то, не то есть, у меня стоит, RTX 2070, но я на ней не играю, мне для работы надо, RTX 2070, мне печально, я буду плакать, мне для игр, RTX 2070, я понимаю, я буду плакать, на самом деле, играть на Linux, с RTX 2070, тоже можно, и тоже будет, можно выжимать все соки, там, что нужно, и работать можно, но зачем париться, если уже есть, другое рабочее, так что, я думаю, в итоге, можно свести, вот этот, вопрос перехода на Linux, это то, что, когда работодатель заставит, тогда и перейдете, нет, нет, это, пока нас деньги не прижимают, и Linux лучше, чем Mac OSI не стал, то, мы, наверное, не перейдем, я сейчас очень просто скажу, через три года, через три года, если Apple, не поставят этот, на этот, не убьет MacBook'и вообще, и не даст, не сделает виртуализацию, и этот, доступ к файлам, к файловой системе, на iPad OSI, то, знаешь, все, все, все это, все это будет, они это не сделают, они сделают, агменты реалити, это будет использовать Mac, просто, просто, чтобы иметь augmented reality, вот и все, нихуя не понял, ну и хорошо, во-первых, на iPad OSI уже давно есть доступ к файловой системе, это не файловая система, это, ну не совсем так, но на самом деле есть, ну, то есть, хоть как-то но есть, это жалкое подобие, это, ну, на самом деле, нет, они, я не говорю, что дайте полный доступ к файловой системе, у них действительно есть, я согласен, просто, чтобы, знаешь, можно было там программки гонять, и я гарантирую, что они это сделают, потому что, то есть, их политика весьма интересная, да, то есть, в сэндбоксе все, поэтому я не сомневаюсь, и с учетом того, что куда идет iPad, что меня немножечко, скажем так, привет Microsoft, да, то есть, мы добавили мышку, мы добавили виджеты, траля-ля, смотрите, какой у нас iPad теперь, да, то есть, ну, бля, и поддон, сюрприз, ну да, сюрприз, да, то есть, как бы, теперь мы сейчас это, свои процы будем вставлять, поэтому, дохрена все, да, это Surface, то есть, дохрена все эти там, макбуки, эйры, макбуки про, если так, уже, знаешь, получается iPad, смотрите, мы прифигарили мышку и клавиатуру, покупайте, ну, то есть, как бы, поэтому я и говорил, что для домохозяек, макбуки-то нафиг не нужны, достаточно абсолютно, купить аргумент, и все, и поехали. Аргумент, на самом деле, был не про домохозяек, но просто, знаешь, общее, но, короче, пока что еще нет, напомни, через два года, системы, железо достаточно быстрое, чтобы, чтобы удовлетворять пользователей, и, насчет гонки железа, я как раз и пытаюсь сказать, то, что она, она где-то уже исчезла, исчезла, но, на самом деле, не везде, в смысле, да, я согласен, спасибо, это за что, спасибо, я согласен, ну, в общем, она где-то исчезла, но не везде, на самом деле, некоторые, некоторым, опять-таки, вот, тем, кого называют, Apple, профессионалами, для кого производят эти, Mac Pro, для них гонка железа до сих пор важна, те же самые видеографы и прочие, они покупают новые MacBook'и, не потому, что они хотят на новом, потому, что им важна скорость, потому, что новый нужен процессор, новая нужна память, там, и все остальное. Я бы очень хотел на эту тему с тобой поспорить, к большому сожалению, у меня абсолютно нету, ни единой, ни единой капли опыта, или знаний, чтобы с тобой поспорить, поэтому я с тобой просто тупо соглашусь. Я так буду выглядеть умнее в подкасте. Спасибо. Так, ну вот, подходит к завершению часовой подкаст. По-моему, уже больше, чем часовой. Ты знаешь, я себя, если честно, немножечко, немножечко очень неадекватно сейчас чувствую, плохо, потому что я подумал. Сегодня, сегодня, 25 июня, тот день, когда мы вернемся, мы вернемся к строгой дисциплине. Подкасты будут концентрированные, интересные, только по часу, и не больше. Зуб даю, и тут смотрю, уже почти два часа, великолепно. Ну, концентрированные, интересные. Хотя бы в половине твоих идей, мы не ушли далеко. Не смотри, наверное, когда... Интересно, но не час, да, ладно, хорошо. Надо смотреть, наверное, на половину выигрыша, а не на половину проигрыша. Я понял. Так, ладно, давайте заднее слово, я еще какую-нибудь рекламу накинул. Веревка. Канат. Лохиска. Ух, красота. Да. Так, люди, прошу не забывать, заходите на наш YouTube канал, на наш официальный сайт, скиньте на копеечку, сервера стоят денег. Если так все дальше пойдет, то мне придется Саше по голове настучать, и мы переедем на какой-нибудь дешевый-дешевый хостинг на GitHub, потому что, извините, но сильно нужно как-то... К сожалению, на GitHub нельзя закачать, все наши 50 гигабайт подкастов и все остальное. Почему? У них что там элемент? Да. Сколько? Не 50 гигабайт, это я тебе гарантирую. Вот, поэтому... Пробовал. Ну, будем Сашу тормошить, говорить, что такое. Да, сервера и диски стоят денег, поэтому, собственно говоря, все ваши деньги идут на оплату серверов. Ну и заходите, ставьте лайки на YouTube, будете ставить лайки, будут видео присылать, обсудить, заходите, пишите комментарии, кому интересно. Принимайте участие. Ну, а на сегодня все. Всем любви, счастья. пока-пока. Пока-пока.